В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Вполне даже сносные. Минувшая неделя в Самаре вновь прошла под знаком борьбы с пережитками прошлого. Цивилизация наконец дойдет еще до двух уголков мегаполиса. В ближайший месяц должны исчезнуть нелегальные ларьки, что находятся в границах улиц Революционной, Московского шоссе и Карла Маркса. Владельцам тонаров уже настоятельно рекомендовали заняться самовывозом. Доживает свои последние деньки имени рынок в Постниковом овраге. Эти развалы в паре метров от трамвайных путей обосновались здесь еще с тех времен, когда овраг носил имя неизвестных подпольщиков. И давно напоминает нечто среднее между Восточным базаром и Советской барахолкой. Типичная картина – яблоки на снегу и не в меру импульсивные охранники. Пожалуйста, здесь снимать нельзя, вы понимаете? Почему нельзя? Почему нельзя? Я не могу понять. Мы находимся на территории. Это не частная территория. Это не частная территория. Отпустите, пожалуйста, вы что творите? Но этим атовизмом дикого капитализма недолго осталось. До 1 мая здесь все должны демонтировать и навести порядок. Жители окрестных домов, обреченные на ежедневный воежь вдоль местной экзотики, весть о кончении рынка восприняли как благую. Весь этот сомнительный сервис им смертельно надоел. Как-то вот имел неосторожность купить здесь сухофрукты. А они прямо пахнут, пахнут бензином. Выхлопные газы, что-то вообще невозможно. Это, по-моему, уже прошлый век. Проходишь, особенно летом, тут запахи всевозможные. И вообще, по-моему, не совсем гигиенично. Вот смотрите мясо, как оно слежит. Я даже думаю, собаке нужно лет купить. Я только рад. Почему? Потому что это ужас. Это же некрасиво, не эстетично. Просто противно. Удеваться-то куда? Вот ближайших лет. Зловоние летом. Зимой-то нету. Вы не чувствуете, как будто. А лето, вот зловоние, постоянное. Некрасиво просто. Портят лицо города. Можно зайти в здание, которое закрытое, красивое, все красивое и аккуратно разложенное. И все продукты, в общем-то, в нормальном виде будут, чем здесь вот на холоде, на дождь и снег. По-хорошему, эти лавочки давно была пора прикрыть за убогими рядами. Вот уже несколько лет красуется до сих пор пустующий торговый центр. Именно в него и должны переехать предприниматели. Торговцы народ, конечно, морозустойчивый. Но кто же откажется от благ цивилизации? И потому к неизбежным переменам здесь относятся кто философски, ну а кто и с оптимизмом. Все уберут, туда пойдем, а хабьем. Куда едут нам дедаться? Или домой поехать, отдыхать. Или другой работой сюда. Это же торговый центр, это тепло, это культура, это чистота. Это как-никак туалет, который будет тоже рядом. Мне приятно, конечно, когда климат круглый год один и тот же. Худшему-то не бывает. Цивилизация, когда была хуже, будет лучше. Вам будет лучше к нам приходить. За цивилизацию надо платить, так что и здесь платим, и там будем платить. Работа такая. Но переезд затянулся. Владелец рынка и хозяин торгового центра один и тот же человек. Еще год назад коммерсант клятвенно заверял, что здание вот-вот ведут в эксплуатацию. Осталось устранить небольшие нарушения. Но бизнесмен не торопится, да и зачем. Неприхотливые торговцы исправно платят за аренду, в деньгах он не теряет, и можно спокойно кормить районные власти завтраками. Ну а раз взывать к совести коммерсанта бесполезно, значит его самого нужно посадить на жесткую финансовую диету. На понедельничном совещании в мэрии глава Самары раскрыл подчиненным секрет, как придать растянувшемуся процессу волшебное ускорение. Киоски убирайте к чертовой матери. Убирайте эти киоски. Создавайте условия и убирайте. И дальше, поверьте, все пойдет гораздо быстрее. Вот как только они будут терять деньги каждый день, они быстренько приведут в порядок торговый центр, откроют техусловия выполнят и так далее. Пока не снесете, ничего там не произойдет. Ничего. И верите ему уже на слово. Себя не уважайте. Нужно еще привести в порядок территорию к 1 мая, после того, как киоски убраны. Чтобы не получилось, как в железнодорожном районе. Убрали киоски и оставили на зиму всю щебенкой, там засыпанной центральной улицы города. Гагарина я имею в виду. Вот чтобы такой красоты у вас не было в Октябрьском районе. За подпорченную красоту в отдельно взятом сквере чиновникам Октябрьского района тоже досталось. На прошлых выходных на полевом спуске, который вот только привели в порядок, как из-под земли вырос киоск, обшарпанный и разрисованный граффити. О чем самарский блогер тут же оперативно настучал мэру в твиттер. Реакция последовала мгновенная. Время полдень. Рабочий полдень на часах. Уже вполне можно было справиться. Не так быстро, но справились. Уже следующим ранним утром вокруг злосчастного киоска суетились и рабочие, и районные чиновники, и владелец ларька. Уложились минут в 20. Коммерсант, кстати, оказался на редкость сознательно. Мог бы упереться, помахать документами. Но ему предложили альтернативное место, и он пошел на компромисс. Но отнюдь не все готовы к столь конструктивному диалогу. Иные с первого раза не понимают. Так сейчас происходит у метро «Безымянка», где стихийные лоточники, когда не прячутся от полиции, балуют покупателей широким ассортиментом. От тапок до яблок и огурцов. Средневековый базар. Я живу здесь с 1659 года. Раньше у нас улица «Победа». Она называется «Победа». А сейчас, простите меня, выходишь как будто в какую-то ярмарку. Коробейники с ярмаркой. Нелегальные торговцы давно поняли, лучшее их оружие – это наглость. Вы знаете, что незаконная торговля у вас? Девушка, взрисните отсюда, славная. Какого грамма вы не оскорбаете? А я вас еще не оскорбила. Или бегство. У вас есть решение на торговлю? Есть. А можете показать? Нет. Почему? Еще одна горячая точка – рынок на революционный. То, что оккупировал все поступки к 163-му дому, и где не стихают словесные баталии между жителями и торговцами. Им же выгодно здесь работать. Здесь вообще выходят с транспорта, им выгодно. Но нам-то это не выгодно. Нам же не выгодно. Воровать пойдем. У меня двое детей, я пойду воровать. Нет, их просто могут переставить куда-то, в другое место. Или около дома пускай поставят. Вот около своего дома поставил и торгуй. Вот так. Вы знаете, что вот такая вот бывает, кучка недовольных. Вы всем недовольны. Не кучка, а полдома. Вы всем. Полдома. Полдома вам есть. Не мы вдвоем. Не мы вдвоем. Если мы вдвоем, с нами связаться бы никто не стал. Никто бы с нами связаться не стал. Человек 50-60 точно подписал. Потому что вот такой список был. Так вот им идет. А нам чего? А нам только грязь одна. Только грязь. И еще они на нас поступают. Эта война здесь идет с 2008 года. Рынок вырос, вспоминают люди, в одну ночь. Мы же стояли стеной здесь. Мы стояли вот так, до 10 часов, чтобы нам эти не ставили киоски. 12 штук в этот день ночью нам. В 11 часов ночи дальше. Вот эти киоски-то серьезные. А мы стояли вот здесь, выступали. Притихли. Ушли спать. И они нам поставили. С тех пор перемирие так и не удалось заключить. Да и как пойти на уступки, говорят жители, если мы убираем, а торговцы вновь гадят. Я вот сейчас радуюсь, что выпил снег. Чистенько. Хорошо так. Сейчас растает все. Весь газон там все заману. Ящики это я убираю каждый день за ним. Это не бабули. Это я их называю мелкие хулиганы. Даже вот в хлебный магазин крысы бегают. Представляете, они санитарием моют рыбу, моют мясо. Все грязь сюда льется. Перед нашим окном мы это убрали музыкальное, которое продавал здесь. И раков сидел, и рыбу. Все грязь сюда льют нам в газон. Отовсюду. Отсюда изрючек тоже льют. Вот здесь я сама убирала весной. Здесь вообще всех подняла в магазин. Это не мой, не моя грязь. Шурма не моя, барчик не моя. Мы пошли возиться в этой грязи. Я к администратору рынка. Я никакого отношения не имею. Как это понимаешь? В этом году лед тронулся. Рынок проредили. Нелегальные киоски убрали. Остались только те, что с документами. Но и их перспективы весьма туманны. По революционной 163 адрес крайне известный. Очень активные жители, во-первых, в этом доме. Это очень хорошо. Там была такая солянка, скажем так. Есть там и законные объекты. Но в свое время к ним пристраивались и объекты, не имеющие договоров. Под покровом ночи. Потому что место проходное. Мы это жестко достаточно мониторим. Сейчас сказать по каждому объекту достаточно сложно. Могу только сказать, что на данном этапе, в утвержденной схеме, этих объектов нет. В будущем будем отдельно смотреть. Потому что отдельно смотреть, в том числе и мнение жителей. Будем смотреть с администрации района. Приводить, уж точно если останутся, приводить в другой, в такой цивилизованный внешний вид. Да не нужно им. Они уже неактуальны. Сейчас есть крупные супермаркеты. Пожалуйста, все по времени, все по закону. Закупайте там, что хотите. Была бы нехватка торговых павильонов. То, что делает этот павильон здесь, в наше уже современное время, вообще непонятно. Закупайте, что не нужно. Не останетесь. Если надо еще раз подпишутся. Если надо еще раз подпишутся, мы же соберем еще раз. Но, пожалуйста, помогите нам в эту ситуацию. Жители многоэтажек Понагорной, что примыкает к частному сектору, тоже взывают о помощи. Вот этот маленький магазин, говорят, терроризирует всю округу. Работает круглосуточно. И своим клиентам рад в любое время предложить широкий спектр услуг. От алкоголя до драки. Пьянки какие-то там, скандалы. У нас была стрельба, у нас была резня, у нас были драки, у нас были вопли. Очень много с детьми, с семей, звонили в милицию, что невозможно спать. Дети маленькие, летом невозможно спать, потому что закрываешь окно душно, а открыть окно невозможно, потому что там постоянно музыка до 4 утра, до 5 утра. При этом какие-то пьяные разборки. Несколько домов, то есть вот рядом все ближайшие собирали подписи, обращались, по-моему, даже в прокуратуру писали заявление. Постоянно алкоголики, то есть как бы, ну, пузырьки. Но самое страшное детям, это все продается детям, понимаете, нашим маленьким несовершеннолетним детям, сигареты, спиртное. Доказательства добыть нетрудно. Ради эксперимента просим Кристину Борисенко, ей всего 16, купить пиво. Предварительно снабжаем девушку скрытой камерой. Чтобы не видел, да, сейчас мы все спрячем. В магазине несовершеннолетней покупательницы лишних вопросов не задают. Вы меня паспорт не спросили, вы всегда так торгуете? Ну, видно, что у вас 18 лет. Ну, понятно. И что, вы хотите сказать, что вы подставной лицо, что ли? Нет, мне нету, 18. Нету? Нету. Зашла, вот мой паспорт, мне 16 лет. Неоднократно мне продавали алкоголь. А в этот раз мне даже не спросили, есть ли мне 18 лет. Спокойно, с улыбкой и петь им здоровье. Такие контрольные закупки активисты местного ТОСа Возрождения делают регулярно. Но пока эффекта никакого. Почему вот мы проводим с вами профилактические беседы, разговариваем, и все равно на вас они не влияют? Вот что нам с вами, как вот вообще поступать? Продавец, конечно, в слезы. Мол, не виноватая я. Я никогда никому не продавала эти предыдущие книги. Извините, пожалуйста, лучше не буду. Ну а хозяин магазина, по данным ТОСовцев, это некий Джамал Алиев, приехать предсказуемо отказался. Его родственник, по слухам, хозяин вот этого ларька, что стоит неподалеку и тоже пользуется здесь дурной репутацией. Пиво 16-летней Кристине и здесь продали, не вдаваясь в лишние подробности. Почему вы нарушаете закон? Ради прибыли все. Что вы закрываете от нас? Не хотят с нами общаться. Торговать пивом в таких ларьках нельзя, но в законе, далеком от совершенства, владельцы киосков давно нашли лазейку. Губернская дума нам обещала убрать эту лазейку. Они числятся как общепиты. Вот один пирожок у них здесь лежит на прилавке, и они имеют право торговать алкоголем. Хотя по закону запрещено. Мы ждем, когда губернская дума эту лазейку уберет, и все-таки в киосках нельзя будет торговать алкоголем. И вот эти киоски уже уйдут в ненадобность. Если ты свой киоск называешь кулинарией и торгуешь там выпечкой, то уже можно. Это уже по сути, по действующему законодательству, приравится к ресторану. Ну, в этой части я имею в виду. В части торговли алкоголем, установления времени работы и так далее. То есть достаточно пирожки положить, и это уже кулинария называется? Примерно так. Поэтому мы и выходили с инициативой, и повторно будем выходить. То есть если это кафе, то это кафе со своим залом. А если это вот просто вот кривой, извиняюсь, косой ларек с окошком в выдаче пива, ну, наверное, все-таки от этого надо уходить. Здесь существуют такие правовые коллизии. Ларькану Нагорной круглосуточно торгующим спиртным глава департамента потребительского рынка Вадим Кирпичников, кстати, пообещал устроить уже более серьезную стряску. Что же касается правовых коллизий, то их, признается, чиновник хватает. Последний пример – решение арбитражного суда, который отказался признавать незаконными павильоны возле торгового центра «Май». Получается странная история. Строение мешает всем – и пешеходам, и автомобилистам. Ну вот убрать их нельзя, поскольку несколько лет назад коммерсантам, уж как непонятно, удалось почти невозможное. Через суд они получили право собственности, внимание, на нестационарные объекты, хотя по логике вещей в собственность можно оформить только недвижимость. Один юридический парадокс повлек за собой другой. Но это скорее исключение, чем правило, говорит Вадим Кирпичников, уверенный, что это еще не конец истории. Ситуация, она за прошедшие пару десятков лет развивалась, конечно, по-разному в сфере потребительского рынка, и не всегда законными способами или околозаконными способами. Сейчас не хочется обсуждать данные решения, особенно достаточно давно минувших дней, но тем не менее это факт. Данные нестационарные торговые объекты имеют право собственности. Здесь такая сугубо специфическая ситуация. Конечно, будем искать варианты, хотя, еще раз повторюсь, решение арбитражного суда имеется, но существуют еще и вышестоящие станции. Основания для оптимизма есть. За последние три года в Самаре убрали 4,5 тысячи незаконных ларьков. Еще 824 отправятся в небытие в этом году. При этом в мэрии еще раз подчеркивают, никто не ставит цель ликвидировать уличную торговлю. Она лишь должна стать предсказуемой, законной и, можно даже сказать, нарядной. Буквально на днях на суд общественности вынесли эскизы будущих магазинов и киосков. Это почти арт-объекты. Дизайнерские, архитектурно вписанные в историческую среду. Первые такие киоски появятся на набережной уже этим летом. Понятное дело, предпринимателям придется раскошелиться. Ну а как иначе? Красота требует жертв. И уж нисколько не сомневаюсь, что все эти затраты окупятся слегкой, учитывая, что берег Волги всегда был золотым дном. Ну а на сегодня это пока все. Удачи вам. Увидимся.